Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса. Будьте благословенны, рад снова встретиться с вами. Вы там, я здесь, но мы все в одном духе соединены, потому что Бог один, вера одна. Один Дух Святой, их не несколько. И Дух Святой открывает нам Бога. Без Духа Святого можно знать о Боге, но Бога никогда невозможно познать без Святого Духа. Без участия Святого Духа мы будем знать религию, но жизни никогда не будет. Поэтому нам нужен Дух Святой. И знаете, прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать очень важные вещи к некоторым людям, которые как бы пришли в тупик своей христианской жизни. Вы как будто высохли, вы как будто бы устали, вы как будто бы потеряны. Вы верующие, вы не грешите, как раньше грешили, но вы чувствуете, что у вас нет такого, знаете, такого стремления, жизни, огня, такой радости. Такого вот, вы не захвачены, вы больше не захвачены. Вы такой немножко потухший христианин. И я, мне Господь положил на сердце сказать несколько причин, почему это произошло в вашей жизни. Первое. Вы перестали молиться на языках. А знаете, когда мы молимся на понятном языке, на нашем языке, на русском или там еще на каком, то мы молимся только за свои нужды. Мы молимся часто, наши молитвы, они эгоистичны. А тем более, если мы сконцентрированы на себе, а мы сконцентрированы только на себе, то мы молимся, Господь, благослови меня, помилуй меня, благослови меня, помоги мне. Ну и чуть-чуть там, знаете, распространяемся там на круг, на наш семейный, или еще. Люди, те, которые повзрослее, позрели в Господе, они молятся, Господь там благословит церковь, там людей, которые в нужда ходят. Знаешь, когда ты молишься на языках, ты молишься по воле Бога. И тебе нужна для этого вера. Вот почему многие не могут замолиться на языках. Нету веры. Второе. Вы перестали свидетельствовать об Иисусе. Я вам говорю, что в момент, когда вы прекращаете свидетельствовать об Иисусе Христе, вы потухаете. Все. И со мной то же самое. Вы не думайте, что я прям колю вас. Со мной то же самое. Как только я перестаю свидетельствовать об Иисусе Христе, все как-то становится черно-белым. Все как-то... Стойте только свидетельствовать об Иисусе. Говорить истину. Послушайте, нам не нужно придумывать ничего об Иисусе. И так уже известные факты. В Библии записано то, что мы изучили, то, что мы познали, и то, что мы лично в жизни пережили. Нам нужно свидетельствовать об Иисусе. И делать это должны не только евангелисты, а каждый верующий. Иисус сказал, что когда сойдет на вас Святой Дух, знамением этого будет то, что вы будете смело, смело свидетельствовать обо Мне. Вы будете Мне свидетелями. Везде. В Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и даже до края земли. Везде и всюду вы будете свидетельствовать об Иисусе. Но если вы не приняли Святой Дух, то вы будете стесняться имени Иисуса. А когда вы стесняетесь имени Иисуса, Дух Святой перестает работать с вами. Он перестает вас наполнить. Без Духа Святого вы машина, без топлива. Вы машина, да, вы машина, скажем. Но вы точно такая же машина, которая с пустым баком. Все, вы стоите, вы не поедете никуда. От вас не будет никакого толка. Просто сядешь так, на сиденье попрыгаешь так. О, мягко, классно. Но никуда она не поедет. Она не функцию не выполняется, она никого не возит. Стоит вам только свидетельствовать об Иисусе Христе. Ваша жизнь взрывается просто эмоциями, радостью. Вы становитесь живым. Все, что нужно. И никогда не перекладывайте свою ответственность. Я стеснительный, мне не дано. Это ложь дьявола. Дома никто не стесняется. Ни кричать, ни орать, ни правду говорить, ни высказывать в лицо там все подряд. Все нормально умеют разговаривать и доносить. Как только речь об Иисусе. О, я не умею. Тебе дан Дух Святой. Я тоже не умел. Я стеснялся. Очень стеснялся. Но когда Господь наполнил меня, я мог смело говорить. И сейчас я удивляюсь, как это могло быть. А что здесь удивительного? Это должно быть с каждым верующим, который принял Святого Духа, он должен свидетельствовать об Иисусе. А для чего мы здесь живем на земле? Для того, чтобы свидетельствовать об Иисусе. В этом наша сила. Наша сила в имени Иисуса Христа. Аминь. Поэтому задумайтесь. И вот эти два пункта. Подумайте над ними. Итак, тема проповеди будет называться «Готовы к небесам». Братья и сестры, с самого раннего детства мы ко всему готовимся. Мы готовимся. Мы готовимся, чтобы встать на ноги. Мы готовимся, чтобы пойти в садик, в школу и так далее и тому подобное. Мы принимаем какие-то решения. Мы готовимся, чтобы из мальчика стать мужчиной. Чтобы принять ответственность и так далее. Подумать о своем будущем, получить образование. Также создать семью. И заботиться о детях, а потом о внуках. Понимаете, мы ко всему готовимся. Это подготовка идет. Мы получаем знания. Мы не сразу это все наследуем. У нас все постепенно. И поэтому с того момента, когда Иисус нас спас, когда Он простил наши грехи, наша жизнь преобразилась, у нас началась подготовка к небесам. И горе тем, которые этого не знают. Вам нужно знать, что если вы связали свою жизнь со Христом, вы 100% сейчас находитесь в подготовке. А тем более, если вы продолжаете жить на земле, и вы еще не умерли, а вы же меня смотрите, значит, вы еще живые, значит, вы еще к небесам не готовы. И я тоже не готов, потому что я здесь стою. Если был бы готов, уже был бы на небесах. Не готов. Мы можем о себе иметь очень хорошее мнение. Я готов. Я верю. У меня все классно. Я там не грешу. Послушай, если ты живешь, ты к небесам не готов. Не готов. Небеса – это реальное место, где живой Бог обитает. И все верующие в Него, все люди, которые обратились к Нему за помощью, сейчас уже и закончили свой жизненный путь, они сейчас со Христом. И вот самая большая радость, самая большая радость – это тем людям будет, и вы можете стать этим человеком, которые служили Богу. Они не жили жизнь для себя. Слушайте, я уже просто смотрю, я просто уже, знаете, тренирую себя не огорчаться от жизни других людей. Вроде бы человек верующий, но все, что он, планы его на жизнь – это земля. Он все делает ради земли, ради вот этой еды, ради квартиры, ради жилья, ради того, чтобы просто о земле думать. Нету планов, нету… Знаете, я разговаривал с разными братьями, и такие искренние разговоры, а ты видишь, что у него жизнь. Это просто он думает о земле, он свою жизнь отдает, чтобы больше работать, чтобы прокормить лучше свою семью, лучше одеть, потому что все другие ходят хорошо, и вот все вот в этом варится. И в принципе, это же все делают, и это, в принципе, нормально, если это не стоит на первом месте. Но часто бывает у человека это стоит на первом месте. Потому что Бог не на первом месте. Что будет на первом месте, то мы и будем делать приоритетом в своей жизни. И сейчас, вот буквально вчера, ушел в вечность великий муж Божий, евангелист Рейнхард Бонке. И все сейчас пишут о нем. И вы знаете, я ни одного плохого комментария не видел. Человек 60 лет служил полного просто служения. Он горел в огне Святого Духа. Его девизом было «Мы опустошаем ад и наполняем небеса». Он собирал миллионные аудитории. Миллион, больше миллиона, два миллиона. Он не мог снять ни один... Кто-то мечтает о стадионах. Послушайте, он ни в один стадион не влез бы. Он мечтал. Он просто не мог. И он собирал просто открытые пространства, поля, поля людей. И он так сильно желал видеть спасенных людей, которые приходят к Иисусу и омываются кровью Иисуса. И он служил на африканском континенте. Там Бог ему дал благодать. И он говорил, «Африка будет омыта кровью Иисуса». И представьте, он дожил до 79 лет. И он не сдался. И он служил Богу. Бог благословлял его жить. И восполнял его нужды. Что есть и во что одеться – это нужды. И если мы не служим Богу, мы сами начнем восполнять эти нужды. И мы будем Богу говорить, «Бог, почему ты не восполняешь мои нужды? И мне теперь надо работать». Но когда ты служишь Богу, Бог восполняет твои нужды. Богу несложно это сделать. С одним человеком я разговаривал, и он такой говорит в местописании, «Не заботясь ни о чем. Не заботясь о завтрашнем дне. Не заботясь, что Бог позаботился обо всем». А я ему говорю, «Знаешь, надо внимательнее читать. Кому лично говорил это Иисус? Он не говорил это лично всем верующим». Вы скажете, «Что?» «Да». «Читайте внимательно». Он говорил тем, которые, оставив все, последовали за ним. К ним он говорил. Это особая категория людей. Почему она особая категория? Потому что это послушные люди. Он говорит, «Следуй за мной». Тот написано, сетку тут же из рук у него вывалилась, и он прямо пошел за Иисуса. Написано, оставив все эти, пошли. Понимаешь, это жертва. Они принесли свою жизнь в жертву. Они просто не то, что они захотели. Мы делаем то, что мы хотим. Даже служим Богу, потому что мы этого хотим. И если ты этого хочешь, значит, это не служение Богу. Ты скажешь, «Что?» «Ты такие истины». «Да». Я тебе говорю, то, что ты делаешь, то, что ты хочешь, это не служение Богу. Те финансы, которые ты даешь, это не финансы. Ты ничего не даешь Богу. То время, которое ты выделяешь, ты вот говоришь, у меня вот это, это ничто. Понимаешь, если твоя жизнь не является жертвой, ты ничего для Бога не делаешь. Ты обманываешься. Ты думаешь, что ты делаешь. Ты ничего не делаешь. Ты ему не принадлежишь. Петр Иисусу сказал, задал вопрос, «Что будет нам? Вот мы, оставив все, последовали за тобою». Вот к этой группе, категории людей, Иисус говорит, «Ох, вообще не переживайте. Посмотрите на лилии, посмотрите на то и на то, и так далее». И вернуться к этому Божьему человеку. Я лично не был с Ним знаком, но я смотрел на Него, я слышал о Нем. Я видел Его огонь. Он горел спасением душ. И Он прожил счастливую, наполненную жизнь. Целеустремленный человек исполнил свой бег, закончил свой бег. И сейчас Он у Господа и получает награду. И вы знаете, это самая великая честь, когда ты служил Богу. И в конце ты слышишь от самого Бога, от самого Бога. И не просто люди тебя благодарят. Пастор, спасибо за проповедь. Пастор, спасибо за то, что ты нам проповедуешь, заботишься о нас. Нет, ты слышишь от самого Бога, добрый и верный раб. Войди в радость Господина. Представь, все твои печали, заботы, они просто хлоп, и их нету. И ты просто находишься в радости, в великой радости. У тебя ничего не болит, у тебя все классно, у тебя все замечательно. Почему? Потому что человек служил Богу, жертвовал. Вы знаете, что Иисус, почему мы сегодня принадлежим Ему? Почему мы Его любим? Почему мы безусловно следуем за Ним? Потому что Он стал жертвой. Он не сделал то, что Он хотел. Он не сделал то, что Ему было легко сделать. Наоборот, написано, Он смирил себя. смирил себя. Вот ключевое слово. Смирил – это означает сделать так, как тебе другой говорит. Сегодня в христианстве вообще нету смирения. Ты мне не говори, ты меня не учи, ты сам там посмотри на себя. Понимаете, вот этот весь разговор. написано, Иисус смирил себя. Стал по виду, как человек. И написано, Он был послушен до смерти и смерти грешной, крестной, извините. Он полностью исполнил волю Отца. Полностью. Если мы хотим быть готовыми к небесам, я вам скажу, есть другая жизнь. Возможно, эта жизнь идет параллельно в вашей жизни. И вы не в ней. Вы идете параллельно этой жизни. Вы думаете, что вы верующий, и вы каким-то образом идете на небеса. Я вам скажу, что если вы не служите Богу, а еще ко всему скажу, если вы еще живете мирской жизнью, как мирские остальные люди живут, то шансов у вас, вы вообще просто поверьте, просто вот честно вам, вот честно, смотря вам в глаза, скажу, вы на небо не попадете. Вам лучше это сейчас услышать. Ваш горький диагноз услышать лучше сейчас. А я стою здесь именно по этой причине. Чтобы вас довести до небес. И самому, конечно, туда дойти. Чтобы вас довести до небес. Вы думаете, что я тут буду проповедовать? Я заинтересован, чтобы вы, начав твердую веру, сохранили ее до конца и попали на небеса. А не чтобы вы приходили слушать проповеди. Конечно, проходите, слушайте проповеди. Но цель моя, то, что я здесь стою, стою уже сколько лет, проповедую. Цель одна, чтобы вы были со Христом искренне, чтобы вы служили, жертвенно служили. Что бы вы делали, это жертвенно должно быть. И Бог обязательно вас попросит об этом. Когда вам нужно будет оторвать, когда у вас будет свободное время, а вам нужно будет встретиться с кем-то и провести время, послушать его историю, как ему плохо, и вот помолиться за него, это жертва. Ты хочешь просто, ты не хочешь слушать этот бред, извиняюсь за выражение. То, что он будет тебе рассказывать. Но ты идешь и слушаешь его. Почему? Жертва. Таким был Иисус, таким были апостолы, таким я должен быть. Ты слушаешь, ты выслушиваешь его. Ты выслушиваешь его сны. Ты выслушиваешь весь его багаж. И потом, ты ему с любовью говоришь, давай помолимся, давай я тебе помогу, давай я наставлю тебя, давай смотри, Слово Божие это говорит. Ты потратил свое драгоценное время, а может у тебя вообще времени нету, и ты от кого-то отнимаешь это время. От своих детей, от своей семьи, или от чего-то еще. Или так же бывает с финансами, или так же бывает с твоим временем, которое принадлежать должно Господу. Ты его можешь не жертвовать, но ты можешь пожертвовать. И вот когда ты жертвуешь, вот тогда Бог это берет и принимает. Как Иисус сказал, приношение и жертв ты не из вас хотел, но тело уготовил мне. Что это значит? То, что его повесили на кресте, то, что он был распят, и перед этим все мучения. Наша жизнь стремительно движется вперед. Мы принимаем много решений, в основном они направлены на жизнь на земле. Что мы тогда переживаем, что у нас нет радости? У нас неправильный фокус. У нас неправильный фокус. Мы делаем неправильные действия и хотим, чтобы было все замечательно. Такого не бывает. Сделай правильный фокус. Сделай правильный акцент в своей жизни. Если тебя Бог призвал, то будь послушен Ему. Будь послушен Ему. Мы-то хитрые. Еще какие хитрые, лукавые. Мы Ему послушны, только хотим быть ради успеха. Чтобы был успех вокруг меня. А если вокруг меня не успех, я уже слушаться Его не хочу. Ну, послушайте. Какого успеха достиг Ной? Возьмите такого героя. Ной же на небесах. Как вы думаете? Какого успеха достиг Ной? Он готовился. Он готовился. И животных готовил. И людям тоже освидетельствовал и говорил, придет потоп, вы все умрете. И вам нужно в ковчег. То есть, он прообраз, проповеденное. Мы говорим об Иисусе. Этот ковчег, это Иисус. Мы говорим людям, вам нужно срочно туда зайти. Потому что то, что будет происходить, уничтожит вас, если вы не находитесь в ковчеге. Все так и произошло. Была спасена его семья только, семья Ноя, жена, три сына и еще три жены. То есть, жены его детей, его сыновей. Три женщины. Восемь человек было спасено. Но Ной не расстроился. Вы знаете, многие бы люди, а давно бы уже расстроились, они сказали, да вряд ли со мной вообще Бог. Восемь человек. Восемь человек. Что такое восемь человек? А сейчас почти восемь миллиардов на земле. Это все пошло только после Ноя. Вы представьте, мы сейчас можем смотреть, но что останется после нас? Представьте. Ведь мы же продолжаем начатое. Мы приняли эту веру, мы должны передать ее на поколение дальше. Если мы живем еще на земле, то мы не готовы к небесам. Но у нас есть уникальная возможность качественно приготовиться к ним. А почему я вообще говорю о приготовлении? Послушайте, к вам приходят гости домой. Что вы делаете? Вы готовитесь, убираете, думаете, меню какое составить и так далее, и тому подобное. Вы идете на работу, вы уже с вечера готовите вещи, или что предметы, или что вам надо для вашей работы. Вы готовитесь, вы готовите. Представьте, это небеса, это совершенно другой мир, это сверхъестественный мир. Мы мало о нем знаем. Мы, возможно, ну, мы там и не были даже. Мы верою принимаем, и Слово Божие, то, что Бог нам говорит о том мире, верою. Просто верим. И вы знаете что? К этому надо более серьезно подготавливаться. Более серьезно должна быть подготовка. И вы знаете, все мужи Божьи и женщины Божьи, да, все готовились. Все. Каким образом? Во-первых, святая жизнь должна быть. Это во-первых. Ничто нечистое туда не войдет, и мы сейчас будем читать. Второе, мы должны служить Богу. Те, кто служат Богу, их жизнь прекрасна. Те, кто любят Богу, их жизнь замечательна. У них есть трудности, но они все эти трудности решают вместе с Божьей помощью, вместе со Святым Духом. Они проходят через все. Они проходят и выходят победителями. У них великий, мощный прорыв в жизни. Вы думаете, Богу трудно служить? Да, Богу радостно служить. Это одна привилегия. И если вы еще не служите Богу, то вы можете прямо сейчас сказать, Господь, вот Он Я. Возьми Меня. Я хочу служить Тебе. Я хочу служить Тебе. Я не хочу жить для себя. Я не хочу, чтобы все молитвы сводились ко Мне. Я Мне Мое. Я хочу что-то сделать для Тебя, для Твоего Царства. И у Господа, знаешь, нет такого, что ты думаешь, чтобы мне сделать. У Господа есть конкретные дела, которые тебе нужно сделать. И если ты будешь послушным, если ты будешь действительно всем сердцем желать служить Богу, ты сможешь разуметь эти дела, исполнить их, получить награду, войти в радость Господина своего. Послушай, то, о чем я читал, это правда. Сто процентная правда. Это Слово Божье. Оно живо и действенно. И поэтому задумайся, что все надо в жизни поменять. Надо приготовиться к городу. Мой отец часто мне говорил об этом городе. Он говорил, небеса, как они прекрасны. Как то. И он ушел. Он ушел в вере. Я верю, что сейчас он в реальности той. Я еще не там. И я понимаю, что еще долгие годы возможно предстоит еще идти туда. Идти делать шаги веры. И в веру достичь этого места. Но пошли вместе. Нас ведет Дух Божий. Мы не сами по себе идем. Мы не одиноки. У нас большая семья. Все дети Божьи по всему миру. Это семья наша. Все, кто призывают имя Иисуса, есть наши братья и сестры. И не важно, как они называют себя, какой деноминации. Если они любят Бога, Иисуса Христа, они наши братья и сестры. Мы вместе все идем. Мы чуть-чуть можем различаться. Но мы идем в один и тот же город. Написано, там будет из всех народов. Думаешь, только ты веришь. И еще кроме тебя верят еще другие народы. Разные. Там будет уникально. Там будет классно. Там смешно будет. Ты будешь смеяться. Ты будешь с такими народами встречаться на небесах. И ты будешь их понимать. И вы будете все общаться. И вы все будете находиться в радости. Потому что сам Бог будет жить с вами. Послушайте, стоит ради этого не грешить. Стоит ради этого от чего-то отказаться. Моисей отказался быть дочерью фараона. Он отказался. Написано, верою Моисей отказался называться дочерью фараоны. Это отказаться от трона. Это отказаться от гражданства Египта. На то время самая сила и власть и мудрость. Отказался. И решил страдать со своим народом. Представьте, с рабами. И он не сделал то, что он хотел. Он Господу сказал, что он хотел. Господь, пошли другого кого-нибудь, а не меня. Вот где оно служение. Когда тебе это будет стоить всего. Господь говорит, я избрал тебя. Иди, выведи мой народ. Он говорит, я косноязычен. Я не готов. Я не могу. Это не для меня. Это не мое. Он говорит, о, это ты. Иди и сделай это. Я с тобою буду. Послушайте, стоит только услышать вот эти слова. Я с тобою буду. Я пойду и сделаю любую работу Божью. Любую работу. Любую. Все, что мне Бог скажет. Бог со мною. Сколько раз я говорил, Господь, иди впереди меня. И были чудеса. Я видел это своими глазами. Я понимал, что я никто. И я говорил, Господь, иди впереди меня. Это великая, великая смелость и привилегия, чтобы Бог был с тобой. Люди тебя не будут поддерживать. И перестань ждать эту поддержку от людей. Бог с тобою. Укрепляйся Богом. Думай о небесах. Думай о нем. Вся твоя жизнь начнет меняться. Приоритеты начнут расставляться по-другому. Ты будешь искать Божьего. И Бог будет все устраивать, но для тебя это уже перестало быть на первом месте. И ты будешь рад, ты будешь счастлив. И ты еще сделаешь Божью работу. Ты еще даже сам не знаешь, как много ты можешь делать для Бога. Ты возьмешь с собой сотни людей и отведешь их на небеса. Все они подойдут к тебе на небесах. Вот к этому человеку Божьему, Рейхарду Бонке. Я представляю, сколько ему сейчас время надо потратить. Сколько миллионов через его служение. 80 миллионов пришло ко Христу. Просто представьте себе, человек сказал, Господь, вот я хочу служить тебе. 80 миллионов человек пришло. Конечно, точную цифру только на небесах можно узнать. Но тем не менее, это миллионы и миллионы людей будут благодарить человека, который решил свою жизнь положить на алтарь. Он достиг этого места. И сейчас они все в очереди, потому что он сейчас обнимается с Иисусом. Он сейчас наслаждается в любви Отца. Он там сейчас вместе со Святым Духом в радости. И эти все люди спасенные ждут, ждут этого человека, чтобы сказать ему слова благодарности. Кто тебе чего скажет на небе? Может быть, будут люди в аду, которые будут говорить, ты был рядом со мною, ты так же грешил, ты был точно таким же, хотя ты знал правду, ты мне ее не сказал, ты меня лишил этой информации, и я в аду теперь из-за тебя. И это будет тоже с верующими твориться. Это ужас. Я не знаю, что тогда делать, уши закрывать не поможет. Они будут все тебя обвинять. Из-за тебя я в аду. Представь, ты ничего им не сделал, ты просто им ничего не сказал. Ты его в ад не отправлял, ты за него не грешил. Ты просто скрыл информацию. Вот почему, я тебе говорю, надо свидетельствовать об Иисусе. Вот почему тебе надо свидетельствовать об Иисусе, чтобы эти люди пошли на небеса. Представь, какая у тебя будет радость. Ты служишь Богу. Ты свидетельствуешь об Иисусе. Да для тебя это ничего не стоит. Просто рассказываешь об Иисусе. Это же, это просто радость и наслаждение. Но почему тогда ты этого не делаешь? Иисусе. Абонска.